Область знаний Лекция на Радио Звезда День Победы Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного Исторического Музея Даниил Аникин Область знаний Если и есть какая-то историческая дата, которая известна каждому жителю России, то это, безусловно, 9 мая 1945 года День, когда завершилась Великая Отечественная война И это день, который, может быть, в силу своей такой всеобщей узнаваемости сопряжен с целым набором различных ритуалов, различных церемоний Которые, как представляется, возникли сразу после войны и с тех пор в неизменном виде существуют Это и парад на Красной площади, это и огонь, вечный огонь, да, как бы это и бессмертный полк, который сюда вписывается в эту общую традицию Но на самом деле все эти обряды, все эти ритуалы, которые сейчас образуют такое неразрывное единство, возникали в разное время и далеко не сразу Очень показательно, что после завершения Великой Отечественной войны, после знаменитого парада на Красной площади в июне 1945 года Когда к мавзолею были брошены вражеские знамена Сама тема праздника, 9 мая, как праздника, который подводил бы итог этой войны, который должен был бы отмечаться Она отходит на задний план Почему? Ну, здесь есть несколько версий у историков Одна из них связана с тем, что в символической политике Советского Союза более важное значение уделялось событиям Октябрьской революции И поэтому война в данном случае лишь выступала одним из событий, которые, по идее, следовали из логики Октябрьской революции Другая версия более апеллирует к личности самого Сталина О том, что Иосиф Виссарионович хорошо знал историю, и он помнил, что когда-то те самые молодые офицеры, которые прошли по Европе в 1812 году Именно они потом стали декабристами и попытались свергнуть существующий строй Поэтому для него идея того, что об этой войне теперь нужно забыть, цареточиться, может быть, на каких-то других событиях, на восстановлении страны, на новых каких-то свершениях, которые необходимо перед собой поставить Вот эта идея для него была крайне важной, потому что позволяла избежать тех угроз, которые он отчетливо видел, исходя из прошлого Поэтому на протяжении нескольких лет, можно сказать, даже почти двух десятилетий после завершения войны На официальном уровне мы не видим никаких мероприятий, связанных с отмечанием 9 мая Но при этом, что очень показательно, в конце 50-х, начале 60-х годов начинают постепенно возникать так называемые низовые практики То есть инициативы отдельных участников войны, отдельных людей, причастных к этому, о необходимости увековечивания памяти о ней Это и появляются отдельные огни, которые трудно назвать пока вечными, потому что их запускают только на день 9 мая, на несколько дней всего Но они начинают появляться Это появляется постепенно традиция приглашения ветеранов в школы, как раз в 60-е годы Причем очень интересно, что само по себе развитие этой традиции показывает, что в это время постепенно меняются ориентиры советского общества Война начинает оттеснять на задний план память о революции Что в каком-то смысле закономерно, потому что революция прошла уже к этому моменту почти 50 лет, с войны меньше Почему я об этом говорю? Потому что на основании существующих свидетельств очевидцев, тех школьников, тех учителей, которые в 60-е годы работали Очень показательно, что сначала ветеранов приглашают на вручение, на повязывание пионерских галстуков Которое сопряжено с днем пионерии, как бы с концом апреля А постепенно вот эта дата смещается с конца апреля на 9 мая И ветераны, которые сначала приходили на церемонию, которая отсылала к революции Но постепенно ключевым событием становится то, что они именно ветераны И, соответственно, они участники, очевидцы событий Великой Отечественной войны Именно об этих событиях они должны рассказывать, они должны доносить следующим поколениям Вот это вот важный момент, который показывает, что отмечание 9 мая Это не только какой-то сугубо политический проект Это запрос со стороны самого населения, которое прекрасно отдавало себе отчет В чем значение этой победы для истории и страны, и народа, и каждого отдельного гражданина День Победы Но, разумеется, какие-то политические аспекты здесь нельзя не учитывать Потому что к 65-му году, 20-летнему юбилею со дня окончания войны Во-первых, меняется политическое руководство СССР Во главе страны в 64-м году становится Леонид Ильич Брежнев Для которого память о войне – это его личная персональная память И многие вспоминают, что со своими однополчанами Брежнев продолжал встречаться Даже когда уже был генеральным секретарем То есть для него вот эта, так называемая, малая земля, полуостров, на котором он сам сражался в годы войны Это действительно эпизод его личной биографии И вот здесь недоучитывать вот этот личностный аспект нельзя Но, кроме этого, здесь накладываются еще два момента Во-первых, к этому времени существует в международном праве представление о том, что существует срок, скажем так, любых исков по любым преступлениям 20 лет В 65-м году автоматически все военные преступления, ну, как бы их участники становятся безнаказанными, потому что истекает срок давности И поэтому название проекта, который сейчас существует без срока давности, очень показательно Это заслуга тех советских дипломатов, советских руководителей, которые смогли эту идею в 60-е годы донести до всего мирового сообщества Что есть преступления, в которых нельзя ограничивать с какими-то сроками, которых необходимо помнить и заботиться об их искоренении всегда И второй момент связан с тем, что, естественно, ключевыми заинтересованными людьми были прежде всего руководители Компартии Украины и Беларуси Как тех республик советского, которые наиболее пострадали И именно по их инициативе было решено вернуться к празднованию 9 мая, который становился, во-первых, праздничным днем, нерабочим днем А во-вторых, и еще возобновлялся парад Победы, который в 65-м году как раз на Красной площади прошел Именно с этого момента мы видим, что в Советском Союзе начинает формироваться целая культура, связанная с сохранением памяти о Великой Отечественной войне В 67-м году устанавливается памятник неизвестному солдату у стен Кремля И автор гимна Советского Союза Сергей Михалков сочиняет строки, которые стали эпитетом к этому памятнику «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» Напомню, что само по себе такое явление, как могила без какого-то реального захоронения, так называемый кенотаф Это памятники были известны уже в Великобритании по итогам Первой мировой войны Но здесь это приобретает еще более важное такое символическое значение Это не просто памятник некому конкретному человеку, а это как некой обобщенной фигуре всех, кто погиб Те, кто, может быть, имена которых так и остались неизвестны, но, будем надеяться, когда-нибудь будут установлены Но при этом они заслонили, они защитили собой Родину И, разумеется, кроме памятников, которые начинают активно возникать Причем начинают очень большое разнообразие тех памятников, которые посвящены событиям и Отечественной войны И конкретно 9 мая начинают возникать целая плеяда тех фильмов, такой золотой фонд советского кинематографа Которые смогли создать образ войны и которые до сих пор являются хранителями и носителями этого образа Но таких фильмов очень много и они все на слуху, потому что, я думаю, что каждый раз 9 мая их повторяют И в бой идут одни старики, множество таких фильмов Но вот если о чем-то конкретно сказать, я хотел бы напомнить про один фильм, который очень показательно Демонстрирует то, каким образом День Победы Почему потребовалось вообще возвращать и сохранить память о нем Фильм режиссера Андрея Смирнова, который называется «Белорусский вокзал» Как раз вышедший в начале 70-х годов Очень молодой режиссер, которому на тот момент было всего 30 лет Но при этом с некой такой подоплекой, потому что именно его отец Сергей Смирнов Когда-то вообще вернул память о Брестской крепости Поэтому это такая некая семейная традиция, которая отразилась в том, что он снял фильм В котором нет, что очень показательно, ни одного кадра про войну Там нет ни одного кадра, который показывает войну, но это прекрасно показывает ветеранов Ветеранов, которые спустя 25 лет после войны чувствуют себя достаточно потерянными Там очень показательно, когда один из них говорит фразу «На фронте все было понятно, здесь свои, там чужие, и с ними нужно воевать» А в мирной жизни все не так очевидно И тем не менее, это фильм, который отчетливо показывает то, каким образом ветераны Может быть, не совсем вписавшиеся в это общество То, почему память о войне так принципиально важна для них И почему она должна сохраняться То, что фильм, который изначально задумывался как боевик А там планировалось, что все сводится к сцене Где бывшие участники войны демонстрируют свои боевые навыки По отношению к молодежи, показывая, что они до сих пор не утеряли свой боевой запал В итоге превратился в один из таких, может быть, лиричных фильмов Которые показывают необходимость сохранения памяти Подчеркивают важность этого сохранения Это очень важный момент, то, что в середине 70-х годов Как раз вот эта плеяда режиссеров, которые сами застали войну в детстве Плеяда писателей, поэтов Здесь трудно не вспомнить Владимира Семеновича Высоцкого Который сам ребенком застал войну Вот для них эта война настолько запечатлелась в их памяти Что именно они начинают отражать ее в своих литературных, в своих художественных, кинематографических произведениях Ну и, разумеется, в памятниках здесь достаточно много таких памятников Но я напомню, наверное, очень яркий образ Который присутствует просто не в одном памятнике, а по всей стране можно встретить Это образ журавлей К чему присутствует очень красивая и трагичная история О том, что Расул Гамзатов, автор текста «Песни журавлей», когда-то оказался в Японии Ему рассказали про девочку, которая пострадала во время бомбардировки Хиросимы Получила лучевую болезнь И по японской традиции, чтобы вылечиться, необходимо было изготовить тысячу бумажных журавликов Она их начала изготавливать и не успела Легенда красивая о том, что можно излечиться, она, к сожалению, не сбылась И это настолько поразило Расула Гамзатову, что он написал текст, посвященный Где сравнил как раз вот этих вот солдат этой войны с журавлями Марк Бернес исполнил песню И сам этот образ журавлей стал настолько ярким, что мы видим, что он и по динатюре всей страны Воспроизводился в памятниках Ну и даже потом этот образ даже перекочевал к каким-то другим событиям Например, именно в форме журавлей исполнен памятник, посвященный теракту на Дубровке И жертвам теракта на Дубровке в Москве Так что в этом смысле те образы, которые создавались по итогам Великой Отечественной войны Которые постепенно складывались в такой пантеон этих образов Они продолжают жить до сих пор и продолжают существовать К чему это привело с точки зрения, может, не только культурных, но и социальных последствий К тому, что если первоначально ветераны войны, в принципе, особо никак не отличались От всех остальных точки зрения льгот, которые им полагались То уже в 70-е годы постепенно увеличивается количество льгот, которые полагаются ветеранам Постепенно увеличивается количество почестей И в 85-м году, когда отмечается 40-летие со дня окончания войны Даже появляется специальный указ, по которому все непосредственные участники войны Получают Орден Отечественной войны первой степени А те люди, которые находились в вооруженных силах в момент войны То есть даже напрямую не участвовали Орден Отечественной войны второй степени То есть получается, что постепенно, в связи с уменьшением количества тех людей Которые могли назвать себя ветеранами войны Возникает потребность в том, чтобы увековечить тех Кто хотя бы косвенно к ней причастен При том, что это, напоминаю вам, 85-й год То есть это такой конец последней годы существования Советского Союза Когда память о войне и само понятие однополчане Как характеристика людей Она закрепляется, превращается уже в некий такой канон Традиция существует встречи в сквере у Большого театра бывших однополчан Которая в те 60-е годы появляется И носит такой достаточно трагичный характер Потому что даже визуально, можно было бы сказать Как каждым годом число людей, которые приходят на эти встречи Сновилось все меньше и меньше Если сначала там стоят люди с табличками с названием полка Потом дивизии, а потом вплоть до фронта Как бы, чтобы хотя бы люди, которые хотя бы на одном фронте воевали Могли вместе вспомнить о своих боевых годах В начале 90-х годов эта тема, к сожалению, уходит совсем Страна переживает не самые простые годы И воспоминания о войне, даже о победной войне Они отходят на задний план Но поскольку сами по себе события 90-х годов Они становятся таким фактором, который, с одной стороны, разобщает С другой стороны, требует какой-то консолидации, скрепления общества Поэтому в 95-м году возникает инициатива вернуться к празднованию Дня Победы И, в частности, провести парад на Красной площади Парад проводится, причем в него добавляется один очень важный элемент Это не просто какие-то марширующие роты отдельных подразделений Это просто техника В 95-м году по брусчатке Красной площади Проходит сводный полк из ветеранов-участников войны Это 50 лет со дня окончания То есть это люди, которым 70-75 лет И они демонстрируют, что эти годы для них ничего не значит Они по-прежнему стоят на защите своей Родины Это был очень символичный жест Который подчеркнул, что от своей истории От своей славной истории никуда не деться И, разумеется, никакие события современности не должны от этого отвлекать Поэтому видим, что вторая план 90-х годов Это время возвращения памяти о войне То, что, может быть, нам сейчас не так очевидно Что была такая пауза Это всё возвращается Причём возвращается в том числе Сопровождается это появлением Или закреплением, скажем так, новых героев В частности, на Манежной площади становится памятник Георгию Константиновичу Жукову И вообще, вторая план 90-х годов Это время закрепления за Жуковым Такого символа, такого словосчастания Как маршал Победы Почему? Потому что, если мы видим с вами Предшествующую советскую традицию Там была целая пледа таких маршалов Из которых было не принято кого-то одного Выделять История самого Жукова показывает Что периодически руководство советского соведения В нём настолько явную угрозу Своему существованию, что как раз здесь Речь шла не о возвышении, а скорее о принижении Заслуг Георгия Жукова Вот вторая план 90-х годов Это время, когда он превращается Ну и на самую яркую, самую значимую фигуру Которая не умаляет достоинства Других героев войны, других маршалов Но это становится самым ярким образом Ну и следствия считают, что в этом Виделось такое стремление противопоставить Жукова как тому персонажу Который воспринимался как главный В советской традиции Как генералиссимус Сталин Как бы в 90-е годы Сталин превращается В фигуру достаточно маргинальную А вот Жуков превращается в такую фигуру Которая, ну в общем, приемлема Для всех категорий населения Жуков как герой Как человек, который так и не стал Никаким руководителем Ни партийным, ни государственным Но который как раз именно в силу этого Рассматривает как такая чистая Незамутненная фигура Которую какие-то негативные аспекты В основном о советском строе Не распространяются В дальнейшем мы видим, что На протяжении последних лет Последних десятилетий Память о войне не снижает Своё значение Скорее мы видим, как появляются Какие-то новые практики Какие-то новые традиции Которые постепенно закрепляются И превращаются уже в элементы Которые для следующих поколений Воспринимаются как вполне естественные Закономерные Я думаю, что вы понимаете Речь идёт о появлении такого феномена Как бессмертный полк На самом деле бессмертный полк Это идея 2011 года Когда несколько томских журналистов Решили провести такое мероприятие Не особо надеясь на какой-то Массовый характер В итоге на это мероприятие Вышло несколько тысяч человек Неся портреты своих предков Своих родственников Которые участвовали в этой войне И эта инициатива оказалась Настолько удачной Что начиная со следующего года 2012 Она превратилась уже В общероссийскую акцию Которая происходит все годы Даже в ситуации пандемии Мы видели, как бессмертный полк Просто превращался в виртуальный полк Но не прекращался его существование Почему и в чем успех этой акции Дело в том, что Это закономерный процесс С течением времени Значимость тех или иных исторических событий Она постепенно утрачивается Ну, допустим, вряд ли мы сейчас Успытываем ненависть к Франции Именно за Наполеона И за нашествия на Россию В 1812 году Поэтому возникает потребность в том Чтобы каким-то образом Эти воспоминания актуализировать И здесь приходит на помощь семья Потому что не все готовы Разделять некие общие представления О стране, о государстве А вот память о своем родном человеке О деде, о прадеде То есть о том, кто Кого ты либо помнишь сам Либо о каком-то могут рассказать Старшие родственники Это то, что создает Эту цепочку поколений Которая приводит нас напрямую К этой войне К Великой Отечественной войне Поэтому успех этой акции Во многом и связан с тем Что через призму локальной памяти Через призму семейной памяти Мы гораздо лучше И эмоционально насыщеннее Усваиваем значение этой победы И с помощью этого эмоционального насыщения Продолжаем ощущать ее роль И в России 20-го века 21-го века И хочется верить Всех последующих столетий Рассказывал кандидат философских наук Доцент МГУ Методист Государственного исторического музея Даниил Аникин Область знаний